Личный подход Ольги Журавлёвой Название? Да Я сейчас уже не вспомню Наверное, это Бекасов Евгений Который тогда был продюсером канала То есть это коллективное, по-моему, было творчество Для меня главное было уйти от того, чтобы моя фамилия не фигурировала в названии Ну, а что, название Доделев, что ли? Какое, может быть? Сейчас же при этом, вы же знаете, есть масса-масса передач Знаем, знаем Ваш друг-учитель Константин Эрнст в эту передачу запустил, да? С фамилией Познер и ничего, всё в порядке Вечерний Ургант, и, в общем, там масса есть Ну, Ургант-то хотя бы вечерний, а тут просто Познер при всём уважении Да А вы вообще как относитесь к своему имени, к тому, что многие вас знают И не то, что там на улице люди, да, или в транспорте, а в таком профессиональном сообществе? Вы знаете, для меня очень важно, как ко мне относятся люди, которых, во-первых, я знаю Которых я числю своими друзьями И люди, которые для меня являются авторитетами А в целом мнение, ну, среды, что называется, то есть цеха, для меня не очень важно Вот как? Да, как-то так сложилось за эти годы Но цех-то наш немножко изменился, да, за время пути? Изменился и сам цех, и что лично меня расстраивает, очень изменилось отношение к профессии журналистов Потому что когда я начинал репортерить, то это совершенно была такая профессия романтическая, даже где-то отчасти героическая То есть перестройка, бла-бла-бла Эпоха информационных войн и всех этих скандалов, она очень сильно откорректировала отношение социума к профессии журналистов Тем более, что и нет такой профессии журналистов Меня вот это, честно говоря, просто выбешивает Когда говорят журналист, что такое журналист? А вы и на журфаке-то не учились у нас? Я на журфаке не учился Я считаю, что из таких, из журналистов, которые вошли в какой-то топ-10 Антока, по-моему, Дима Быков учился на журфаке Все остальные как-то занесло из других сфер А потом посмотрите, ну что вы, журналистом называется репортер, с одной стороны С другой стороны, какой-нибудь кинокритик, он тоже журналист И обозреватель тоже журналист И коколумнист тоже журналист Это очень разные профессии Одно дело быть в горячей точке, делать репортаж А другое дело, я не говорю, что это хуже Лучше, это просто абсолютно разные занятия И требующие разного склада, разного темперамента Очень разные профессии Я помню, как в свое время, когда я на одной из книжек работал в программе «Взгляд» Анатолий Лысенко так через губу сказал о Политковском Что он пьяница и лентяй Вот он привез материал, там бросил И пусть люди делают из этого сюжет Да, проникнуть в багажнике «Жигуля», как Саша Политковский делал На какую-то там базу, на атомную станцию И снять это, и добыть Это другое ремесло Смонтировать и сделать из этого красивый сюжет Опять же, это еще другое ремесло Не говорю, что одно из них лучше, другое хуже Но это очень разные вещи Поэтому, когда просто говорят, он журналист Это не значит вообще ничего Ну, конечно, не значит, но работа с информацией Все равно она всех объединяет Вот насколько люди честны в этой работе Как они эту информацию подают И что они из нее казнить нельзя, помиловать делают Очень многие ведь подают информацию тем или иным образом, ангажированно Не потому, что у них задание партии и правительство Не потому, что у них установка работодателя Просто человеку кажется, что он абсолютно объективен Но у него есть какие-то свои предпочтения Потому что ведь очень, можно иногда очень много сказать интонации Одно и то же предложение, описывающее ситуацию Можно подать с разными совершенно знаками Как ты интонируешь Если мы говорим уже про радио, допустим Про работу на телевидении Да, собственно, и если мы говорим о пишущих журналистах То построить фразу можно так или иначе И она, описывающая одно и то же явление Одно и то же событие Будет восприниматься читателем абсолютно по-разному Женя, а вот вам реально кто-то говорил в редакции Не знаю, там начальник, потом продюсер Все же это менялось, да, все эти названия Кто-то вам говорил Знаешь, Женя, вот надо сделать такой-то материал Не задание давал, а уже, собственно, вектор этого материала определял Вы имеете в виду вот газетный период? Газетный, телевизионный Нет, естественно, я начинал работать в газете «Московский комсомольство», Которая была органом МГК, МКБ, КСМ И, во-первых, там существовала масса, как во всей советской печати, традиций То есть обязательно надо было процитировать материалы съезда О чем бы это ни было материала? Конечно, было масса установок И это было очень непросто И Павел Гусев просто давал мне задание И очень часто там журналисты становились, так скажем, известными А труд редактора или героизм даже редактора Никто не знал, да Потому что именно редактор зачастую, я про Павел Гусева говорю Он придумал, о чем сделать репортаж или очерк А потом главное поставить это на газетную полосу Потому что существовал главлид, то есть цензура официальная Существовали всякие инстанции И существовал реальный запрет на профессию Допустим, я вот несколько раз попадал просто под запрет на профессию Я там благодарен тому же Гусеву, которому просто было сказано Ну, непосредственно его работодателям То есть в МГК ВЛКСМ сказали, чтобы не было такого журналиста вообще на свете И мы когда возвращались с заседания из горкома Я говорю, ну, когда мне заявление писать? Он говорит, да ладно, что ты будешь писать подсевдонимом Я очень ему признателен, потому что это было нарушение прямой партийной дисциплины И он, в общем, на себя как-то это взял Поэтому при массе претензий, которые я к нему имею Вот, и как журналист, и как редактор Я вот это забыть, допустим, эпизод не могу А я вас сейчас слушаю вас, Женя, думаю Вот у нас разница там 10 с небольшим лет в профессии А вот уже поколенческая получается Конечно, да Потому что я, к счастью, ничего этого не знала И как-то так вот первое место моей работы было вот здесь, на 5-й улице Ямского поля Когда построили российское телевидение Как раз Лысенко начинала Да, но сказать, что мы были горды, счастливы Ну это вообще ничего не сказать Вот просто ничего И я очень хорошо помню момент, когда Нина Зверева Буквально на крылечке, вот там, на 5-й улице Ямского поля Говорил, ну пишите же вы слово продюсер с одним с Это не с двумя с Никто не знал ни такой профессии И она уже увидела, что в титрах начало появляться это слово И она просто как филолог умоляла, да не пишите вы двоец в этом слове То есть, надо же, какая принципиальная все-таки разница Конечно, это фактически эпоха сменилась Тогда, в период перестройки, там каждый год, вот то, что называется, раздвигались горизонты Но на самом деле каждый год менялась вся ситуация общая в отрасли и в стране очень сильно Мы, конечно, были очень наивными Ну, если про себя, могу даже сказать, что и глупым про всех коллег не решусь, так сказать Мы очень многое не понимали